Приветствую вас. Немножко статистики по поводу Советского Союза. Есть такая книжечка, называется «Народное хозяйство СССР в 1990 году». Издана, соответственно, издательством «Финансы и статистики» в 1991. Все как положено, с предисловием, видите, в редактуре, в обработке, так что вы не переживайте. Берем эту книжечку, смотрим. Ну, самое любимое, что постоянно забывает – зарплата. Вот это официальная, среднемесячная зарплата Советского Союза рабочих и служащих. Как видите, здесь нет 700, 1000, 2000. Это все бред и выдумку, которую постоянно вам бешают на уши. В 80-й год, Брежнев. Средняя зарплата была 166 гривен 90 копеечек. Все, все. Вы можете посмотреть по республикам. Да, вот в Украине было 155, в Белоруссии 150, в России 170. Из-за Сибири, прежде всего, вы сами понимаете. 85-й. Когда стал Горбачев? Насколько выросло? 190. Насколько выросло? Внимательно посчитайте. 100 раз? 200? Да нет. Копеечки. Копеечки. Это за 5 лет. За 5 лет. За 5 лет. И 166, ну, грубо говоря, почти 170. 20 с чем-то рублей. Да, да. Вот такой рост. Ну, потом, действительно, Горбачев начал, ну, в 86-м, там, 5 гривен добавили. Потом, в 87-й. В 89-м, ковид, такой ускоренный рост. И в 90-м, да. И по этой причине, как говорят, а Горбачев, да, действительно, реально поднял зарплату. В Советском Союзе, еще раз говорю, была единая система по всей стране. По этой причине, это полная статистика всей зарплаты. Ну, конечно, мы не берем цеховиков, естественно, у них-то там были свои нюансы. А вот теперь, еще раз говорю, это вот колхозы. Колхозах платили ужасно мало. Видите, в прибрежье им было 118 рублей зарплаты. 118. Не тысячу, не 500 рублей, которые доярки получили. Не было такого. 118 рублей. При Горбачеве, видите, 153. Ну, там, надо сказать, должен, что Черненко там выступал, да, и подняли. Потом дальше, видите, как, 163, 170, 181. Да, Горбачев сделал 241. Можно им похвалить. Похвалили? Причем, обращаю внимание, опять, видите, там, по республикам, вот, в Беларуси, к примеру, меньше, чем в Украине было. Еще раз повторяю, в Советском Союзе вся зарплата официально была под жестким которым. Сейчас, конечно, можно считать сложнее. Тогда было, как бы, ну... А теперь, там, много табличек, у кого какая зарплата, но правило, тут 85 и 90. Ну, помните, в постоянной разговоре, какая же была зарплата? Вот, помните, посмотрите. Электромонтер. Когда Горбачев встал, было 172, а потом подняли 235. А как же 700? Да не было 700. Да. Причем, видите, по разрядам. Четвертый, пятый, это самый большой. Оператор добычи нефти. Да. Не тысячу, 249. Серьезно. Нет, там, геологи не получали больше. Потом, лаборанты, видите, операторы товарные. Внизу, видите, шахта. Вот, на шахте, да, не спорю. Видите, даже в 85-м на шахте получали 471, не спорю. Машист тоже. Вообще считалось, что так как повышенный риск, нам действительно, на шахте была зарплата 400-500. Разницу, поняли? Но, не все же на шахтах работали. Ну, естественно, что не все на шахтах работали. Странно было представить, что все работают на шахтах. А это вот стройка. Ну, вот, бетонщик получал. Да, 200. 200. Самый взгляд. Камещик 200. Машинист-бульдозер 240. Видите, монтаж на 240. Вот такие были заклады. А теперь, самое наше любимое, пенсии. То, что в постоянной игре в Советском Союзе были очень маленькие пенсии. Смотрите, это вот средняя пенсия в Советском Союзе, ну, на начало года. Ну, в данном случае, на 81, на 86, на 90, ну, поняли? 57. Вот видите, средний размер начисленной пенсии, с учетом... Ну, средний размер начисленной пенсии на одно пенсионера. Все. Это с учетом этого. Ну, понятно, что за обеспечение. 57 рублей. 57 рублей пенсии. Постойте, ну, а как же моя бабушка 300 получила? Бабушка что-то напутал. Я очень часто встречал и встречаю старых людей, которые говорили... Ну, там вот... Так это ж... Ой, то я не то умел в виду. Еще раз повторяю. При Брежневе была пенсия 57 рубчиков. Все. И будьте уверены, что левых не платили. Идем дальше. При Горбачеве 72 рубчиков. Ну, потом, правда, он действительно поднял. 88. И когда это разваливалось, батьте, 109 пенсии. Ну, можете смотреть. Видите, там, по возрасту отдельно разбитый раз. По инвалидности можете посмотреть. Ну, опять, первая, вторая группа. Да. И сейчас... Ну, сейчас тоже разбивает по... И... По случаю утери кормильца, да. Ну, это тоже сейчас такая существует система. Теперь еще одна такая табличка. Сколько пенсионеров получали минимал? Видите, 25 процентов при Брежневе получали минималку. Что вы правильно поняли, что... Что значит минималка? Сейчас скажу. Для наглядности. В 80-м году минимальная пенсия была 45 рублей. У рабочих 28 рублей. У колхозников. Повторяю. При Брежневе в 80-м году минимальная пенсия была 45 рублей. У рабочих и служащих. И 28 рублей у колхозников. Это все, что было. Как видите, получало... Ну, слава богу, что количество... Ну, видите, 90-е годы выросло. Почему выросло? Потому что Горбачев увеличил минималку. И с 89-го года минимальная пенсия стала 70 рублей. У рабочих и служащих. И 70 рублей у колхозников. По этой причине количество лиц, которые получают минималку, видимо... Скорректировалось. Ну, естественно... Я думаю, надо же пару слов сказать про цены. Вот советская церковь. Советская торговля. Официальная. Видите, они такие у них низкие, как про это рассказывают. Но еще раз повторяю. Купить было невозможно. То есть, постоянно приходилось очереди доставать, передоставать. Да, картошка стоила жутко дешево, но она вот такого качества, что сразу выносили. Макароны, изделия... Ну, сейчас таких просто не существует. Просто. Кольяк был дорогой. Это точно. Шампанское ужасно. Пиво. Ну, пиво, да. Пиво, конечно, такое тоже было довольно ужасно. А вот что касается мяса. Да, действительно, мясо стало 2 рубля. Но это с костью. Это, грубо говоря. Ну, сейчас, ну, не знаю. Сейчас такое мясо, если было бы на Приволоке, просто пиво не купил. Ну, колбасное изделие. Можете посмотреть. Рыба. Опа. Ну, а это вещички. Телевизор. Да, телевизор стоил довольно дорого. Довольно дорого. Ну, еще раз хочу вам напомнить, какая была зарплата. Ну, просто так. Радио-спортивный телес, вы же забыли. Вот теперь смотрим. В 80-й год. Телевизор стоил 706 рублей. Зарплата была 166 рублей. Запомнили? Телевизор стоил 706. Зарплата была 166. Ну, такой, я понимаю, что телевизор эффект такого развлечения. Не спорю. Ну, радиоприемник. Мультофоны, есть все фотоаппараты, холодильники. Тоже дефицит уже чаще. Стиральные машины. Почему их не могли делать? Мотоциклы. Ух, видите, вот какой. Да, мотоцикл это да. Вот велосипеды нормально стоили. Тут, так, какой автомобиль. Вот видите, как 7000. Ну, тоже ситуация. Смотрите, 80-й год. Автомобиль 7000 стоил. Зарплата 166. Это сколько человек должен было работать, чтобы накопить легально на автомобиль. Легально. Но вы скажете, ну, покупали-то. Покупали, конечно. Ну, черный жирынок всегда был. И были же, как бы, свои нюансы. Другое дело, что... Вот единственное, за что посчитали индекс потребительских цен, 90-й год с 89-м, ну, с учетом черного рынка. Редкий случай. Вот это не на счетах. За год вырос, за год цены выросли на 7%. На 7%. Ну, сейчас, конечно, растут побольше. Так что, вот такая интересная статистика. Еще раз говорю, это официальные данные, официальные статистики Советского Союза.